Как прокачивать технику без барабанов? Часто сталкиваюсь на консультациях с проблемой, что нет барабанной установки или нет возможности ходить на реабилитационную базу, в студию по той или иной причине. И на самом деле у каждого в жизни есть периоды или ситуации, когда на определенный срок нет возможности заниматься за инструментом. Но часто такие периоды затягиваются и переходят в долгое затишье, когда ничего не происходит, техника забывается, теряется навык. О скорости игры и говорить нечего, на ней длительные перерывы сказываются хуже всего. Однако есть несколько способов, как поддерживать и даже улучшить технику, пока нет доступа к установке. И сейчас я их подробно покажу на собственном примере, как я работаю над техникой во время тура по Европе. Так что смотрите видео до конца. Но вначале скажите, хотели бы вы узнать больше упражнений для прокачки техники в отсутствии доступа к установке? Если да, то я сниму на эту тему отдельный видеоурок. Да у тебя же мама, тебя кот, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Меня зовут Григорий Соколов, я наставник барабанщиков и за последние 5 лет помог более 300 людям по всему миру добиться крутого результата в барабанах. Я регулярно выкладываю видеоуроки, барабанные каверы и разборы. Поэтому, если вы хотите узнавать новые упражнения, фишки, развиваться в технике и разборе песен, то подписывайтесь на меня. Итак, сейчас я нахожусь в Мадриде. На фоне вы можете видеть местный дом культуры. И хочу сказать про первый способ, который я использую для работы над техникой без установки. Это барабанный пэт. Резинка под сколку похожая на малый барабан. На ней вы можете отрабатывать все техники игры руками, одиночки, меллера, двойки, парадидлы и прочее. Самое классное, что все техники, которые вы отрабатываете на пэте, вы потом сможете применить и на установке. Таким образом, я, кстати, прокачал скорость правой руки для песни группы Король и Шут, Лесник. Несколько лайфхаков по занятиям на пэте. Часто звук пэда может раздражать окружающих, соседей, домашних. В этом случае можно взять полотенце или плед, свернуть его пару раз, положить сверху и играть через него. В этом случае ощущение почти не изменится, но звук станет тише. Еще одно преимущество пэда это то, что вы можете взять его с собой куда угодно. По Европе я путешествую без багажа и пэт с палками легко поместился в мой рюкзак. И чтобы не мешать никому, а также наслаждаться отличным видом, я отрабатываю технику на улице. Второй вариант это установка из подушек. Одной из самых крутых фишек барабанов, о которой многие не думают, это то, что в качестве барабанов можно использовать что угодно. Наверняка вы видели, как барабанщики играют на пластиковых ведрах, на бутылках, даже на письменном столе. И в условии номера в отеле, где я сейчас нахожусь, я собрал небольшую установку из трех точек. Расположение точек ударов в разных плоскостях как раз позволяет отрабатывать перенос акцентов по томам или тарелкам, благодаря чему при игре на установке у вас не будет проблем с перемещением и свободой. Третий вариант для тех, у кого нет вообще ничего, кроме палок. Может быть вы забыли взять пэд или его просто нету, а может быть вы только делаете первые шаги и хотите проверить свое чувство ритма. В этом случае вы можете взять любое полотенце или пэд, свернуть его пару раз и играть по нему как по пэду. Откруг будет минимальным, конечно же, но кистевой удар и небольшие пробежки пальцами вполне получаются. Важно понимать не только как заниматься, но чем и в какой последовательности. Потому что без правильной системы занятий результат может достигаться очень долго и нет никаких гарантий, что он вообще будет достигнут. Поэтому в своем онлайн курсе для барабанщиков «Игра и учись» я работаю с учениками по проверенной методике, которая в свое время помогла прокачать технику мне, а сейчас помогает моим ученикам. Это целая система, в которую входит обратная связь, прямые эфиры, домашние задания и, конечно же, творческий и интересный подход. Пишите мне в телеграм сообщение «Игра и учись» и я расскажу вам подробнее про курс и условия участия. Вы можете отправить сообщение через приложение на смартфоне или просто кликнув по ссылке в описании этого видео. Если вам понравился видеоурок, то ставьте лайк, подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!